Продолжение следует... Продолжение следует... Нет, другие, нашей стороны, форсировали изготовление нового геополитического оружия. Собственно, новым оно, по сути, это не является, но, безусловно, преодолели ему новые силы, новый импульс. Сделали ставку на русофобию и неонацистов. И с года в год нагло, бесцеремонно превращали соседнюю с нами страну, Украину, в антироссию. Напомню, ведь когда Россия благосклонно, я бы сказал, по-дружески, по-товарищески, по-братски отнеслась к созданию независимого украинского государства, конечно, тогда исходили из того, что это будет именно дружеское государство, что мы вместе будем идти дальше, укрепляя, развивая друг друга, создавая наиболее конкурентные условия для нашего развития. Да, в новых исторических условиях. Но уж, конечно, на создание на исторических российских территориях антироссии никто не рассчитывал. Да и допустить мы этого не можем. А затем, конечно, довели и до столкновения, до прямого столкновения. Подтолкнули Украину и к прямому столкновению с Россией, с нашей страной. Напомню, такие планы, включая военную атаку на Крым и Донбасс, были прописаны, к сожалению, в доктринальных украинских документах сегодняшнего дня. А украинскому народу уготована судьба расходного материала. Я думаю, что осознание этого приходит к большой части народа Украины. Весь ход последних событий, включая претензии киевского режима на обладание ядерным оружием, развертывание на украинской территории сети западных биологических лабораторий, бесперебойную поставку на Украину самого современного вооружения, подтверждают, что наша реакция на эти циничные замыслы была правильной и своевременной.